Всем привет! Вы на канале Бросшоу Геймс и у нас сегодня влог. Сегодня влог начинаем с того, что вот у нас Софийка, включим свет, кушаем. Что ты кушаешь? Покажи всем, что это такое? Не знаешь? Это молочная пшенная каша, пшенка. Ей не нравится, да? Она хотела, какую ты хотела? Гречневую. Она хотела гречневую. И у нас еще один клиент есть, я сейчас вам покажу его. Это Саша дома еще у нас остался. Я дома. Привет, Саш! Привет! Ты что, кушаешь? Да. Что ты кушаешь? Не знаю. Пшенная каша. Пшенку. Пшенку кушаешь. Я просто думала, сначала это молочная каша, а потом вижу. Пшенка. Пшенка. Скажи, как у тебя дела? Нормально. Что с тобой произошло? Заболел. Заболел, да, ребятки. У нас, получается, заболел. Колю положили вчера в больницу с ковидом. Ну, предположительно, ковид. Мы точно не знаем, потому что вот только вчера взяли тест на ковид. Саша вчера, позавчера, даже вечером, затемпературил уже, да? Да. Коля, получается, уже болеет 10 дней. У него очень плохие анализы. Воспаление пока не подтвердилось. Ну, вернее, мы их сделали, КТ, но еще результатов нету. А Саша с температурой, кроме температуры 37,3, у него больше ничего нету. Да, но еще чуть-чуть горло болит. Чуть-чуть горло болит, вот он говорит. Значит, сейчас Саша будет мерить температуру. Я покажу. София, смотрите, никак не может дать свой суп. Я делаю вот ему такое питье. Питье лимончик, малина. Здесь еще лимонные и апельсиновые кусочки сушеные. Вот он вот это выпивает в течение часа. Я ему делаю новое, потому что пить при ковиде надо очень много. Вообще при любом респираторном заболевании. Сашка, вот тебе питье. У меня обычно так, утром температура такая вот 36, ровно, а вечером 37,3. Ну, не вечером, в обед. Ну, давай ты сейчас вот возьми градусник. Вот градусник по мере температуру. Что там, как у тебя. Вот у нас очень боимся, что заболеет коронавирусом Шерлок наш. Потому что сказали, что собаки тоже подвержены этому заболеванию. А этот, о, смотри, сколько у Саши бумажек от конфет. Шерлок, ты мусорный пес? Да, он потом мусорка у нас там тоже размусорил. Ой, там столько всего. Да, я видела, что он размусорил все ваши конфеты. Как ты сейчас занимаешься, расскажи. Я? По компьютеру. По компьютеру, да. Он сейчас занимается онлайн уроками. У Саши температура 37,2? Да. А мы сейчас с тобой поедем к папе, завезем ему кушать? Да. Я могу тут посетить. Нет, ты поедешь со мной. У нас с тобой еще одно дело есть. Нам надо с тобой видео доснять, да? Да. Мы сейчас с Софией поедем, да снимем видео. Завезем Коле еду в больницу. В больнице, конечно же, кормят, но, однако, получается так, что у Коли непереносимость молочных продуктов. Он сказал, на завтрак давали молочную кашу. Он ее не съел, поэтому он голодный. Он попросил рис, сказал, чтобы не было конфузов с молоком. Он попросил сейчас, я смотрю, ему бурый рис вот такой. Мальчишки и София очень любят, не знаю, как вы любите ли, суп с плавленными сырочками. Вот он уже доваривается. Мы с Софией выезжаем, Сашка остается дома. Мы забираем Арсения, завозим папе еду. Ну, кстати, да, пришли новости. Коля позвонил, сказал, что у него 30% поражения легких лечат. Сейчас подготавливает его к антибиотикам, потому что так просто давать нельзя. Может быть, сильное обезвоживание. И поэтому, я думаю, мы его еще не скоро увидим. Минимум дней 10. Будем как-то сами, сами тусить, сами снимать. Смотрите наши влоги. А мы сейчас уже поехали. Санечка лежит. Сань, я уже сказала, что у тебя 37,2? Да. Лежит пока. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ну, правда, температура такая 37,2 практически не ощущается. Ну, есть чуть-чуть, типа, холодно. А, немножко набит. Да. Ну, лежи. Мы сейчас уезжаем к папе. Приедем. А потом, может, снимем прямой эфир. Ребятам расскажут, что с нами происходит. Давай. Забрала я Арсения Школы. Мы с Софией. Смотрите. Немножко доснимали видео. Сейчас забрали дорогущие какие-то лекарства для Коли. Стоит 10 ампул больше, чем 100 долларов. Ну, надо, значит, надо. Сейчас мы завезем все это. Да, Арс? Да. И уже поедем домой. Снимем еще сегодня прямой эфир. Да? Да. Вот так. Вот такие вот у нас дела пока. Погода, кстати, потеплела. Стало у нас минус один. Вот, смотрите, минус один. И вот уже, хоть и снег идет, но на улице тепло. И немножко уже начинает оттаивать все. Ну что, едем дальше. Ну что, Арсень? Нагулялись, ходили сейчас с Арсеньем и Сашей на улицу. Но 15 минут с Шерлока. Сейчас Арсений садится. Арсень, чем будешь заниматься? Русским. Русским языком. У него сейчас интенсив. Это такой домашний репетитор онлайн, да? Да. Ну что, заходи. Сложно? Нет. Нравится? Да. Вот это вот. Какой ты румяненький. Вот это интернал, да? Да, интернал. Смотрите, как он подсоединяется. Вот получается система специальная. Вот сюда вводит имя свое. Пишет Федя. Арсений причем с маленькой буквы. Арсений с маленькой буквы. А я не знаю, как на компьютерах большие делать. Вот, либо шифт, либо каплок. Это, видите, проверяется камера. Вот Арсений уже виден. Проверяется микрофон, звук. И сейчас Арсений уже будет... Тау-тау-тау-тау. Тест микрофона? Да. И Арсений уже будет подключаться к самой системе. Да. Да, Арсюха? Да. Итак, смотрим, сколько уже детей подсоединилось. Захар. Святослав второй. Иван Влад. Вот Арсенька уже выключил пока камеру. Еще три минутки до начала. Еще преподавателя пока нету, да? Ну, тут задание первое, да, или так? Это так. Чувак, как себя чувствуешь, написано? Это перед учениками. Ученики плохо. Плохо, да? Да. Понятненько. Ладно, ты занимайся, я пойду посмотрю, что остальные делают. Погоди, а редактирование открыто? А вы видели наш прямой эфир, где папа с больницы связался с нами, да, Арсенька? Да. Кто не видел, посмотрите. Он вышел в среду на канале Брош Шоу. Заходите на канал и смотрите. Ладно, не будем Арсенью мешать. Сейчас уже занятие начинается. А кто здесь? Кто здесь? Шерлок? Привет, Марк. Это что? Ты же на суббитре. Вообще, я там на... 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 Я аж падала. Ты аж падала? Вы с Шерлоком гуляли? Да. А, ты гулял на улице? Ой, мои варежки. С дырю варежки. Саш, ты тоже был на улице? Продышался? Да. Как себя чувствуешь? Нормально. Горло как? Не болит еще чуть-чуть. Пьешь воду? Да. А еще чем это ты там занимаешься? Ничем. Ничем. Давай быстренько включай. У меня скоро урок, да? А? У меня скоро урок. У тебя по белорусской мове. Да? Уже сейчас, да. Через минуту можешь заходить. Заходи уже реально через минуту. Давай. Шерлок, что такое? Что ты пришел тут к Саше и права качаешь? Лаешь, а? Лайка. Не дали Саше поиграть. Сейчас он белорусский язык будет включить. Покажу, как Саша подключается. Он тоже заходит на почту. Открывает там ссылку. Для подключения на урок. Учимся дома, да, Санечек? Тебе где больше нравится? В школе или дома? Дома. Дома. А где ссылка нету? Вот, в верхнее. Так, вот сейчас Саша. Белорусская мова, седьмой класс, интенсив. Заходит. И точно так же, как Арсений, он сейчас подсоединится. Присоединяет, видите, камеру ставит. Я думаю, уже все дети в классе. Ну что, смотрим. Итак, трое детей пока только. О, уже пошел куда занятие. Все, Саша начинает заниматься. Все, мы с Арсением, ой, с Шерлоком выходим. Все, Шерлок, тихо. Пускай занимаются дети, хорошо? Договорились?